Уважаемые друзья, это я. У меня такие новости. С вероятностью 99% на следующей неделе я буду в холодном полумраке морга. Спасибо за поддержку, что вы мне оказали. Последнюю запись блогер Антон Буслов диктовал брату, сил писать самому 30-летнего молодого человека уже не было. Антон молодец. Антон просто орел, он боролся до конца. И Антон придумал вот эту схему, он сам собирал себе деньги на лечение. Он все придумал, и люди ему помогали, и об этом много писали здесь, и в Москве, и вообще во всем мире. Инженер-физик по образованию Антон Буслов под ником «Маймастер» в живом журнале с 2004 года. Буслов много писал о транспорте, политике и своих путешествиях. Работал советником главы Самары, был сопредседателем и соучредителем межрегиональной общественной организации «Город и транспорт». Создал сайт samarotrans.info, посвященный городскому транспорту областного центра. Участвовал в разработке официального сайта транспортного оператора региональной столицы. С января 2011-го, когда врачи поставили ему диагноз лимфома Ходжкина, Антон Буслов стал обстоятельно и подробно описывать свою историю борьбы с раком. Он помогал другим онкобольным и рассказывал о трудностях, с которыми им приходится сталкиваться. В 2012-м Буслов победил в конкурсе название «Лучший блогер года» организованным телерадиокомпанией «Терра». А в 2014-м за мужество получил премию журналистского конкурса на призы губернатора Самарской области. Он сделал огромное благо для всех таких же онкобольных, начав писать правду и, как всегда, аналитически разбирая вопрос. Он оставил после себя целое наследие, которое, я считаю, наш Минздрав должен взять на вооружение и, в конце концов, решить все эти проблемы. Я знал Антона, встречался с ним только один раз. Это было на заседании виртуального правительства. Он реально помог довести до ума документ о батлове бродячих животных в Самаре. И благодаря ему в том числе у нас наведен порядок в этой сфере. Он мне запомнился решительным, как ракета, убедительным, как термоядерная боеголовка и ярким, как комета. Это, безусловно, был талантливый человек. Светлая ему память. После безуспешного лечения в России Антон Буслов обратился к интернет-общественности с призывом пожертвовать деньги на противораковую терапию в США с использованием новейших препаратов. Пребывание в Нью-Йоркской клинике поначалу дало положительные результаты, однако позже течение заболевания резко обострилось. Антон очень старался написать прощальную колонку в журнал New Times, на страницах которого два года рассказывал о борьбе с болезнью, но не успел. Вечером 20 августа его сердце остановилось. В свои последние дни Антон составил открытое, вызвавшее общественный резонанс, письмо министру здравоохранения России Ольге Голодец, где рассказал о трудностях, с которыми в нашей стране сталкиваются тяжелобольные. Вице-премьер ответил звонком и пообещала рассмотреть предложение Буслова о том, как усовершенствовать систему здравоохранения России. Буслова о том, как усовершенствовать систему здравоохранения России. Продолжение следует...